Сейчас я хочу вам рассказать про самую важную добавку, которая обязательно должна быть в вашем рационе, если вы замечаете у себя проблемы с когнитивными способностями. И эта добавка, конечно же, омега-3. Меня зовут Марина Жигульская, вы находитесь на моем канале, на котором мы обсуждаем, как мы можем избавляться от состояний, патологий и диагнозов при помощи нутрициологии. В конце видео я покажу вам, какие препараты выбираю я для себя и своих клиентов. И давайте, пожалуй, начнем с того, что подбор биологически активных добавок всегда должен быть индивидуален. И нельзя принимать биологически активные добавки только потому, что вам порекомендовали это или вы увидели это в рекламе у какого-то известного блогера. Но тем не менее, омега-3 это такая добавка, которая обязательно должна быть в нашем рационе из источников питания, а это прежде всего рыба. Я все-таки рекомендую ориентироваться на жирность рыбы, потому что чем более жирная рыба, тем больше в ней омега-3. И это, конечно же, скумбрия, например, это сельдь, безусловно, это семейство лососевых. Здесь мы можем заменять прием такой рыбы биологически активной добавкой. Омега-3 это собирательное понятие, которое состоит из нескольких наименований, достаточно сложно звучащих. Альфа-линоленовая кислота, докозагексоеновая кислота и козапентоеновая кислота. Не пугайтесь этих названий, потому что на самом деле они всегда написаны на коробочке, вам не обязательно уметь их произносить вслух, но вам обязательно надо учитывать тот факт, чтобы они были в составе препарата, который вы покупаете. Альфа-линоленовая кислота, которую зачастую принимают за омегу-3, на самом деле таковой не является. Дело все в том, что это не очень полноценная кислота, которая может в нашем организме преобразовываться до козапентоеновой и докозагексоеновой, но для этого ей нужны ферменты. И зачастую генетически не у каждого из нас есть возможность преобразовать эту кислоту и дорастить в цепочке ее действительно до нужных нам кислот. И только 8% людей могут это делать. Дальше у нас докозагексоеновая и козапентоеновая. Это те кислоты, которые обязательно должны быть в составе. И, например, для детей, именно в силу того, что их головной мозг развивается, обучается, очень много новой информации потребляет, у них должна преобладать докозагексоеновая кислота. А вот у взрослых людей уже должна преобладать кайкозапентоеновая кислота. На это, пожалуйста, обращайте внимание в составе препарата. Омега-3 это все-таки жирные кислоты, которые окисляются под воздействием света и воздуха. И для того, чтобы стабилизировать их и сохранить до конца срока годности в нужном нам состоянии, для этого в препарате должен быть обязательно антиоксидант. Зачастую это именно витамин Е. Он сохраняет омегу, не дает ей окисляться, и он должен быть прямо в баночке. Не так, что, как некоторые вот думают, я попью омегу и отдельно попью витамин Е. Нет. Витамин Е выступает консервантом. И витамин Е должен быть в форме D-альфа-токоферол. Если вы видите форму ацетат, не берите эту баночку, потому что это синтетический витамин Е, и пользы от него нет вообще, а вот вред он нанести может. Синтетические формы витаминов, особенно жирорастворимые, витамина А и витамина Е, они наносят больше вреда, чем пользы. Когда ученые обрадовались, что они умеют делать синтетические формы, они еще не знали, что синтетические формы приводят к прямо противоположному в организме, вызывая всевозможные патологии, в том числе и онкологию. Но сейчас уже прошло достаточно времени. Есть люди, которые длительно употребляли синтетические витамины. Есть исследования, которые об этом говорят. Поэтому избегайте синтетических форм именно жирорастворимых витаминов. Есть еще такой препарат на рынке, как масло криля. Как антиоксидант содержит астаксантин. Великолепное средство, которое тоже выступает антиоксидантом, и его не добавляют специально, он содержится в рыбе. Сырьем для омеги-3, вот полноценное настоящее, которое приносит нам здоровье, является только рыба. Все, точка в этом месте. Никаких растительных источников, никаких синтетических форм, никаких этиловых эфиров. Этиловые эфиры я бы, безусловно, назвала синтетической формой, несмотря на то, что производятся они вроде как из натурального сырья. И на упаковке вы действительно можете увидеть, что состав это вот рыба там какая-то сделанная из натурального сырья. В природе такой формы омеги нет. А мой подход это всегда быть ближе к тому, как нас придумала природа. Дело все в том, что триглицериды, они сильно дороже, чем этиловые эфиры. Поэтому большинство добавок омега-3 идут именно в форме этиловых эфиров. При этом концентрация экозапентоенового и докозагексаенового кислот в таком продукте будут выше, иногда в 2-2,5 раза. Но биодоступность у такой омеги, конечно, очень низкая. А еще есть такой момент. Производители сейчас продвигают омегу в форме вот как раз этиловых эфиров из-за того, что многие люди не любят вот этот рыбный вкус такой. И поэтому они делают добавки со вкусом клубники, банана и так далее. Но просто знайте, что если вы видите омегу со вкусом не рыбы, то это однозначно этиловые эфиры. И брать такую омегу, конечно, я не рекомендовала бы. Зачастую производители делают комплексы. Когда вы видите, на упаковке написано омега-3 через тире 6, 9. Надо знать просто, что мы не нуждаемся, мы не дефицитны никогда в омега-6 и в омега-9. Омега-6 содержится практически во всех растительных маслах. А вот омега-3 у нас очень сильно дефицитно. Должен быть соблюден баланс омега-3 и омега-6. И он должен быть 1 к 4. Одна часть омеги-3, 4 части омеги-6. Еще лучше, если этот баланс будет 1 к 1. Можно ли купить качественную омегу, пропить ее и не получить никакого эффекта? Да, такое тоже возможно, потому что омега это жирорастворимое соединение. Для того, чтобы оно усвоилось, вам нужен работающий желудочно-кишечный тракт. А в частности, здесь будет самым важным работа желчного пузыря. Именно желчный должен эмульгировать омегу, для того, чтобы кишечник мог ее усвоить. Именно тошнота после жирной пищи и омега в том числе, говорит о том, что жиры не усваиваются. Этот симптом указывает вам на некорректную работу вашего желчного пузыря. Для того, чтобы разбираться, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, насколько хорошо он усваивает те БАДы или те продукты, которые вы ему предлагаете, для этого переходите по ссылке в описании к этому видео. В телеграм-боте мы подготовили для вас три бесплатных урока, с которыми вы можете начать знакомиться со своим желудочно-кишечным трактом и понять, что некорректно работает и как это исправить. Омегу нельзя пить, противопоказано принимать, при острых воспалительных состояниях. Например, там вы ударились коленкой, она у вас опухла, болит, горячая. Или это общее состояние, сопровождающееся температурой. Именно под воздействием температуры она у вас окислится. А вот когда у вас нет острого воспаления, вот тогда омега-3 очень даже показано, потому что хронические воспалительные состояния она как раз снижает. Недавно были проведены исследования, которые вызвали очень громкий скандал в среде нутрициологов, потому что очень громкие фирмы, достаточно недешевые, были протестированы на предмет окисления. И вот вилка окисления должна была быть от 7 до 14. У некоторых производителей окисление омеги было 56. Как проверить? Вы покупаете омегу, возьмите, надкусите капсулу. И если вы чувствуете прогорклый вкус и не очень приятный запах, такую омегу, конечно, принимать нельзя. Конечно же, я выбираю натуральную омегу-3 с высокой степенью очистки и витамином Е в составе от компании Nutrilite. Я много раз покупала этот препарат, использую его для себя и своих клиентов. Всегда получаю великолепный результат. Либо, как вариант, можно еще использовать масло Криля от турецкого производителя. Я хочу быть уверена, что это видео было для вас полезным. Мне необходимы ваши лайки. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Здесь много интересного про ваше здоровье. А с вами была Марина Жигульская из Школы Здоровья и Ресурс. До встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!